МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Окупационные власти Херсонской области продолжают эвакуацию местных жителей. Возможности выехать на подконтрольные Украине территории у них практически нет. Введение военного положения на аннексированных территориях позволяет отбирать личное имущество без объяснения причин, указывают юристы и правозащитники. Надежды на амнистию политзаключенных в Беларуси уже нет, власти только усиливают репрессии. Также сегодня. Мы обязательно напишем, у нас нашлись связи, мы напишем Стивену Спилбергу и Ральф Файнсу. Так что, может быть, тоже получу от них чего-нибудь. Московский муниципальный депутат штрафован по обвинению в публикации нацистской символики из-за фотографии актера Рейфа Файнса в роли Оскара Шиндлера. Российские ракеты продолжают методично уничтожать объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе в западных районах страны. Во многих городах, включая Киев, вводится веерное отключение электроэнергии, но украинские власти обещают сохранить стабильное электроснабжение, несмотря на все эти обстрелы. Тепло- и электростанции Кремль называет военными объектами, хотя заявляет, что возможные ответные удары по энергетической инфраструктуре на территории России и на оккупированных территориях Украины будет расценивать как нарушение правил и обычаев ведения войны. А после вчерашнего объявления военного положения на аннексированных украинских территориях продолжается массовая эвакуация жителей Херсонской области. Она проходит довольно хаотично. Людей призывают взять с собой только необходимые вещи и запас продовольствия. У паромов, перевозящих людей на левый берег Днепра, выстроились огромные очереди. Как отмечает украинский журналист Олег Батурин, оккупационные власти Херсонской области запугивают местных жителей. Вот что он рассказывает. Местные коллаборанты принимают в этом очень активное участие. Они общаются с людьми и запугивают в прямом смысле слова людей тем, что сюда вот, если придет Украина, если Украина отобьет правый берег Херсонской области, то они будут расстреливать всех людей. Они будут бросать гранаты в подвалы, если вы там будете прятаться. И от Украины можно ожидать чего угодно. Могут взорвать Каховскую ГЭС, плотину через Днепр. И тут вас смоют водой. То есть это цитата, то, что людям рассказывают местные коллаборанты. И сегодня эти села на правобережье действительно сгоняли автобусы. Было очень много автобусов по селам. И людей настойчиво приглашали эвакуироваться. Я не знаю, мне не рассказывали о случаях, чтобы были какие-то принудительные меры, ну, чтобы принудительно людей к этим автобусам сгоняли. И люди рассказывали, что автобусы практически пустые стояли. Кто-то там согласился, но людей мало. А преимущественно люди не знают, что им делать. И пытались как-то прятаться, кто у себя там дома, в подвале, не выходить на улицу, просто чтобы не видеть этого всего. Люди действительно очень сильно напуганы. И мне кажется, что здесь пропаганда российская. И вот эта вся истерия российских информационных всевозможных ресурсов как раз сделала свое дело. Плюс они еще распространяют такие сообщения. Я сам видел такие памятки, что с собой брать. Там список самых необходимых вещей, которые разрешено брать. Они просят или требуют, чтобы люди пришивали бирки со своим именем и фамилией на вещи, на сумки, которые будут вместе с ними, на одежду детей несовершеннолетних. Определенные ограничения. Также озвучивают, какое количество и по весу люди могут с собой взять. И вы знаете, вот лично у меня это вызвало прямые ассоциации с тем, что было в Бабьем Яру и депортации времен Второй мировой войны. То есть вот сразу вспыхнули у меня в голове. Это был украинский журналист Олег Батурин. Для тех, кто решил все-таки уехать на левый берег Днепра, оккупационные власти открыли так называемую горячую телефонную линию. Операторы собирают подробные данные о звонящих на нее, но сами чаще всего не в состоянии ответить на задаваемые вопросы, в том числе и важные, и совершенно очевидные. Отказываются они отвечать, в частности, на вопрос о том, могут ли желающие покинуть Херсонскую область уехать и на территории подконтрольной Украине. К примеру, в Запорожье. Журналисты телеканала в настоящее время позвонили по телефону этой горячей линии. И вот какой разговор состоялся. Мне кажется, он вполне показателен. Здравствуйте. Вы позвонили на горячую линию оперативного штаба при администрации Херсонской области по вопросам выезда на левый берег Херсонской области и на другие территории Российской Федерации. Пожалуйста, ответите на следующие вопросы. Вы будете эвакуироваться? Да, но я вот думаю об этом. Расскажите, пожалуйста, это вообще надолго? Информация пока что уточняется. Массно отсутствует, вас позднее об этом проинформируют. А нас там где разместят? Я слышал какие-то пункты размещения. Да, будут пункты временного размещения. Там точно будет безопаснее? Да. Почему? Ну, просто, ну, чтобы решить, мне ехать или нет? Я вас понимаю, но такая информация у нас отсутствует. Вас переправят на левый берег, а потом до Крыма в пункт временного размещения. Все расходы на себя берет правительство Херсонской области и власти Российской Федерации. А я еще, знаете, что хотел спросить? У меня родственники в Запорожье. Туда сейчас можно как-то добраться? В Запорожье, пожалуйста, уточните какой-то регион. Ну, в Запорожье, в смысле, в городе в самом. Я вас поняла. У нас нет информации, можно ли туда добраться. У нас только вопросы по эвакуации из Херсонской области. Ну да, это что же получается, эвакуация? Можете посоветовать, может быть, в Запорожье или лучше как? Эвакуация только из Херсонской области происходит. Это был звонок, который сделали журналисты телеканала «Настоящее время» на так называемую «горячую линию» для тех, кто решил эвакуироваться на левый берег Днепра в рамках проводящейся сейчас эвакуации жителей Херсонской области. В Киеве считают, как известно, юридически ничтожными все российские правовые акты, касающиеся оккупированных украинских территорий. Ну а Владимир Путин, как известно, объявил вчера о введении военного положения только в иннексированных регионах Украины. Таким образом, специальная военная операция формально так и осталась специальной военной операцией. Мобилизация тоже по-прежнему называется частичной. Ну и военное положение, получается, введено частичное. Однако все-таки нельзя не отметить, что в России правовые последствия указа о военном положении есть. Указ в реальности затрагивает все российские регионы. Ну а неопределенность формулировок, касающихся военного положения, развязывает руки властям, позволяя им при желании без объяснений изымать имущество граждан, в том числе дорогостоящие. На это обращает внимание юрист, основательница правозащитного проекта «Ковчег» Анастасия Буракова. С ней побеседовал журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Все законы последнего времени особенно пишутся так, чтобы власть могла их применять как считают нужным и под конкретное обстоятельство, под конкретную конъюнктуру и себя ими не ограничивать. Ну то есть условно законы должны, особенно те, которые ограничивают права граждан, это такой базовый правовой принцип, должны быть прописаны так, чтобы они не подлежали неоднозначному толкованию. То есть если перечень, то закрытый. Если это какая-то терминология, то она должна иметь понятную явную трактовку. Все законы последнего времени, к сожалению, этому принципу правовой определенности не соответствуют, но и в том числе закон о военном положении позволяет вводить его при угрозе. Что считать угрозой? Ну, что сочтут, то и сочтут, к сожалению. Ну вот про распыловчатые формулировки хотел бы с вами поговорить, потому что в указе Путина написано, при необходимости в России во время действия военного положения не могут применяться иные меры, предусмотренные этим законом. В соцсетях уже предполагают, что это некая лазейка. Значит ли это, что власти действительно смогут вводить ограничения по всей стране, не объявляя военного положения в регионах России? Да, действительно, законодательство это предусматривает, и в том числе на территориях, где военное положение не было введено. Даже если там в каких-то отдельных регионах или в какой-то части страны введено военное положение, на другие регионы могут распространяться иные ограничения, в том числе это ограничение права на свободу передвижения, это ограничение хозяйственной деятельности предприятий, То есть независимо от формы собственности, предприятия могут поставить работать на нужды оборонки. Это ограничение товаров и услуг, это контроль типографии. Ну, в общем, ограничения таких довольно базовых конституционных статей могут сводиться и на территории других субъектов, даже если на этой территории военного положения как такового не объявлено. Ну и изъятие имущества, насколько я понимаю, если военкомату во время военного положения для каких-то нужд необходим автомобиль определенного гражданина, ну или не определенного, просто нужен по какой-то спецификации, Нива, я не знаю, Шевролей или еще что-то, какой-то внедорожник, то это тоже смогут изымать без проблем. На территории, где действует военное положение, да, в отношении имущества граждан, вот эти гибридно введенные режимы, которые сегодня оговорены в указе, на самом деле в федеральных законах, они отдельно не вводятся, но тем не менее у нас законодательство довольно, кавычка, гибкое. На других территориях такого права не предусмотрено, но предусмотрена, например, возможность перемещать население на другие территории, если там какая-то есть угроза, то есть условно всех выселить, сказать, вы там из этих, допустим, муниципалитетов, из этих районов уезжаете, здесь там будет опасно. И дальше переследить здесь с предоставлением жилья, но изъятие имущества, например, для нужд военки, возможно, только в рамках введенного военного положения. Вот эти иные меры, которые оговорены в законе, которые могут применяться на территории других субъектов федерации, вот эта конкретная мера по изъятию имущества, она не распространяется на вот это положение. Там есть еще одна из мер, перечисленных в законе, изоляция граждан страны, воюющей с Россией. Официально о том, что страна в состоянии войны до сих пор не объявлена, войну называют спецоперацией. А смогут ли власти применить этот конкретный пункт, например, гражданам Украины? На территории, где действует военное положение, да, смогут. Ну, то есть это такая компетенция в рамках введенного военного положения. И действительно, такая мера прописана в законе, поэтому на оккупированных территориях Украины смогут украинцев изолировать. Те территории, которые Россия якобы называет своими вновь присоединенными. И да, действительно, такая мера есть, и, к сожалению, я боюсь, что она будет использоваться против несогласных с оккупацией и будет использоваться против мирного населения вот этих четырех оккупированных регионов Украины. Это была основательница правозащитного проекта «Ковчег» Анастасия Буракова. Вопросы ей задавал Игорь Севрюгин. Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я уже рассказывал о задержании два дня назад Дарьи Лосик, жены белорусского политического заключенного Игоря Лосика, отбывающего 15-летний срок заключения. Рассказывал я и о суровых приговорах, вынесенных на очередных процессах по делам оппонентов нынешнего белорусского режима. Еще в начале сентября были разговоры о возможности амнистии политзаключенных, которую Александр Лукашенко мог объявить к Дню Народного Единства, отмечаемому в Беларуси 17 сентября. 17 сентября наступило, амнистии не последовало, но надежда на освобождение хотя бы части осужденных по политическим мотивам все-таки сохранялась. А можно ли сейчас, спустя уже больше чем месяц, с уверенностью говорить о том, что амнистию Лукашенко так и не объявит? Я спросил об этом белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. Фактически, да. Амнистия как политический акт, как политический процесс освобождения политзаключенных, такой амнистии не будет. Потому что еще неделю назад был опубликован законопроект об амнистии Беларуси, и стало очевидно, что если закон примут в таком виде, почти никто из политзаключенных не выйдет на свободу. Потому что законопроект, когда в него вчитаться, составлен таким образом, что фактически составлен дискриминационно в отношении тех осужденных, которые не согласны с политикой режима Лукашенко. Потому что практически все статьи, по которым осуждены политзаключенные, отнесены в этом законопроекте в тот список, на который амнистия не распространяется. Единственное, что там может быть амнистия осужденным за клевету, а в Беларуси довольно много политзаключенных, которых судили за высказывания о чиновниках, или за какие-то буквально мемы о милиционерах. Таких тоже много среди политзаключенных. Но, с другой стороны, вот это единственное, куда могут попасть политзаключенные, это осужденные за клевету. А большинство таких, так называемых, народных белорусских статей, по которым судят людей противников режима, то они под амнистию не подпадают. Это разжигание розни, массовые беспорядки, призывы к санкциям, оскорбление Лукашенко и участие в экстремистском формировании. Сейчас в Беларуси, например, большинство средств массовой информации, независимых просто объявлены экстремистским формированием, и людей, например, сажают только за то, что они дали интервью «Радио Свободом» или телеканалу «Белсад». Да, я как раз хотел спросить в этой связи о судьбе Дарьи Лосик. Насколько я понимаю, непосредственным поводом для ее задержания было как раз интервью Лосик к оппозиционному телеканалу «Белсад». Что известно сейчас о ее судьбе, если вообще что-то известно? Известно то, что она была задержана 18 октября. Дарья Лосик – это жена осужденного на длительный тюремный срок блогера и консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика. И пока такой подтвержденной информации нет, но по некоторым телеграм-каналам стало очевидно, что Дарью может быть введено уголовное дело за содействие экстремистской деятельности. Именно имеется в виду то, что она давала интервью независимым средствам массовой информации и, скорее всего, телеканалу «Белсад». У Дарьи и Игоря есть четырехлетняя дочь Паулина, которая сейчас находится у родителей Дарьи. Но вот это то, что белорусских силовиков не останавливает. И они утром 18 октября пришли, ворвались в квартиру Дарьи Лосик и отвезли ее в тюрьму. Но вообще, если вернуться к теме амнистии, то можно немножко порассуждать о том, почему случился такой поворот. Потому что Лукашенко в начале сентября довольно так широковещательно объявил эту амнистию, что она будет принята к 17 сентября. А это, напомним, в белорусском официальном календаре это день единства. Это тот день, когда в 1939 году советские войска вступили на территорию Западной Беларуси и Украины. И в результате эти территории присоединились к СССР. В Беларуси впервые за всю историю в этом году объявили этот день народным праздником, Днем Народного Единства. И Лукашенко пообещал широкую амнистию к 17 сентября. Но, видимо, очевидно, что обстоятельства изменились. И очевидно, что Кремль потребовал от официального Минска более, ну, скажем так, решительного участия в военных действиях против Украины. То, что мы наблюдаем последние недели. То, что в Беларуси прибывают российские войска. То, что происходят какие-то подозрительные в Беларуси вызовы людей на сборы. Проверка в военкоматах. Какой-то официальной мобилизации не объявлялось. Но все это фиксирует независимые СМИ и в социальных сетях. То, что людей вызывают в военкоматы, проверяют их документы, приходят домой с повестками, призывают на сборы и так далее. И очевидно, что вот это вот стратегическое изменение повлияло на, возможно, планируемое решение об амнистии, когда изменилась общая ситуация. И Лукашенко сейчас, ну, очевидно, вынужден будет или имитировать, или действительно принимать участие в более активных военных действиях России против Украины. И на этом фоне, конечно, вопрос об амнистии закрылся. Белорусская власть, может быть, и хотела как-то проявить какой-то, типа, гуманизм и человеколюбие, понимая, что это может найти отклик в обществе, даже в таких нейтральных частях общества, которые не слишком оппозиционны к Лукашенко. Но новая ситуация, как бы, отменила все это. И сейчас Лукашенко вынужден проявлять еще большую жестокость. Репрессии в последние недели только увеличиваются. Риторика властей достигает просто какого-то космического, агрессивного уровня. И Беларусь рассуждает о том, готовится ли к войне. Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. В Россию продолжают приходить известия о гибели в Украине только что мобилизованных военнослужащих. Некоторые из них были призваны всего 2-3 недели назад. Так что нормальную боевую переподготовку они пройти просто не могли. Группа женщин в Курске потребовала от властей области и лично от губернатора Курской области Романа Старовойта выяснить судьбу своих сыновей, отправленных на войну в Украину. Матери военнослужащих жалуются, что связь с ними полностью пропала. Вот какое обращение они записали, стоя у дверей местного военкомата. Наши дети с 10 октября пропали наших зрения и со связи. Не выходят на связь, не выходят вообще. Пропали. Куда обращаться? Мы стучимся во все двери. Ни кто, ничего нам точно не говорит. Вообще, приняли только заявление. Как заявление будет рассмотрено? Неизвестно когда, в месяц, два. Что нам делать? Помогите нам. Мы обращаемся на телевидение. Телевидение не хочет с нами общаться и сотрудничать, потому что, видимо, боятся. Обращались к Саровойту. Саровойт сказал, что он некомпетентен в этом вопросе. Обращаться в Министерство обороны, писать жалобы, уведомления. Омские дети тоже бездействуют. Есть люди, у которых патрули несовершеннолетних детей. Их все равно призвали и отправили в зону СВО. На две ребята попали. Неизвестно куда. Да еще даже не подготовленные, не подготовленные. Пожалуйста, помогите распространить нам информацию, чтобы наша просьба, которую мы хотим проверку, мы хотим, чтобы наших детей нашли, чтобы люди как можно больше распространили информацию, для того, чтобы наше руководство, наше начальство, наша вся власть услышала нас и нашли наших детей. Это было обращение матерей, призванных в Курской области, военнослужащих, отправленных на войну в Украину. В одном из чатов в аннексированном Севастополе кто-то сегодня, говоря о потерях российской армии, грустно пошутил. Путин, начиная войну, заявлял, что хочет, чтобы у ребенка в России не было родителя номер один и родителя номер два, как в странах Запада. И планомерно добивается того, чтобы у ребенка был только родитель номер один. Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал муниципального депутата района Якиманка Василия Дикарева на тысячу рублей. Как сообщило издание СОТО, Дикарев был признан виновным в демонстрации нацистской символики за репост в 2014 году рецензии на фильм «Солярис». Я думаю, что имеется в виду голливудский фильм «Солярис», автор которого позднее использовал в качестве фото профиля изображение цитаты из решения суда деятеля Третьего Рейха. И, как выяснилось, это было фото актера Рейфа Файнца в роли Оскара Шиндлера, который он исполнил в знаменитом фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». На этом фото на мундире, в который одет Файнц, есть символ дивизии СС «Мертвая голова». Василий Дикарев надеется использовать решение замоскворецкого суда в качестве повода для знакомства со всемирно известными актером и режиссером. Но и обжаловать решение суда он собирается во всех инстанциях. Вот что Василий Дикарев сказал в интервью телеграм-каналу СОТО. Расскажите, что сегодня произошло в замоскворецком суде? В замоскворецком суде сегодня произошло чудо. Совершенно невиновному человеку дали тысячу рублей штрафа и отпустили на волю. Как говорят, пробито очередное дно. То есть теперь у нас признан экстремизмом актер Ральф Файнц. Фильм, антивоенный фильм «Список Шиндлера». Что у нас? Ну, наверное, в следующем будет объявление экстремизмом всех 17 мгновений весны со всеми репостами и так далее. Ну и вообще все музейные выставки и так далее. Ну что мы можем сказать? Что это было политически заказанное дело. Сотрудники ЦП, видимо, хотели снять меня с выборов и не успели. Поздно спохватились, потому что их протокол был датирован 13 сентября. То есть сразу после выборов. Они, изучив мою страницу ВКонтакте, где я уже отродясь, никакой политики не пущу. Вообще только музыку, котиков и красивые фильмы. Собственно говоря, это и был репост из фильма «Солярис». И где вот на аватарке был, значит, Ральф Файнц. Да, и они вот нашли пост за 2014 год. И, видимо, очень обрадовались, что там есть актер. И, значит, завели на это дело. Ну что делать? Они работают. Да, вот у меня были очень хорошие адвокаты. Александр из «Сетевых свобод» и Тимофей. Мой помощник муниципального депутата и защитник. Да, и мы с их помощью будем, я думаю, это обжаловать. И вот даже есть шанс, что до ООН, да, мы дойдем. Совета по правам ООН. Ну и мы обязательно напишем через... У нас нашлись связи. Мы напишем Стивену Спилду и Ральф Файнцу. Так что, может быть, тоже получу от них чего-нибудь. Это был муниципальный депутат Московского района Екиманка Василий Дикарев. Фрагмент его интервью телеграм-каналу «Сота». Сегодня стало известно об указе Владимира Путина о ликвидации Ростуризма, как говорится в указе, в рамках оптимизации работы государственного аппарата. В последние годы Ростуризм возглавляла Зарина Догузова, ставшая фигуранткой одного из расследований фонда борьбы с коррупцией в 2021 году. Еще недавно Догузова посещала публичные мероприятия с участием Владимира Путина, а в конце сентября, сразу после объявления так называемой частичной мобилизации и последовавшего сразу после этого бегства за границу сотен тысяч мужчин призывного возраста из России, она поздравляла всех россиян с Днем туризма. Я тогда, кстати, это поздравление цитировал, а вот еще один фрагмент того поздравления. Сегодня государство очень многое делает для развития туризма, и за последние годы заработали десятки новых программ поддержки бизнеса и людей. Это и льготные кредиты для инвесторов, гранты для малого и среднего бизнеса в туризме, различные программы поддержки детских, молодежных путешествий, меры по созданию привлекательной курортной, туристической среды и многое-многое другое. Как результат этой работы сегодня в отрасли миллионы занятых, десятки тысяч вовлеченных предпринимателей и, конечно же, миллионы туристов и путешественников всех возрастов. Это был фрагмент сентябрьского поздравления главы ликвидированного теперь Ростуризма Зарины Догузовой с Днем туризма. А по интернету сейчас гуляет наполненная злой иронией шутка. Передать функции Ростуризма районным военкоматам. Автор шутки – телеведущий Павел Лобков. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова